Из огромного количества экспонатов в Музее спорта Пензенской области этих людей больше всего, пожалуй, привлекает один. Перчатка известного бойца, не потерпевшего ни одного поражения, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. И это не просто так. Наш город посетила большая делегация представителей Союза смешанных единоборств России во главе с президентом организации. Я впечатлен, во-первых, гостеприимством. Здесь глава законодательного собрания нас встречал с помощником губернатора и министра спорта. Прекрасный человек, профессионал такого уровня. На должность Виктор Дроздов был назначен в декабре прошлого года после ухода с поста его предшественника Федора Емельяненко. Сейчас новая руководитель организации объезжает всю страну, чтобы поближе познакомиться со спортсменами. На месте решить проблемы, с которыми они сталкиваются. Но не менее грандиозные планы у нового главы Союза и на мировом уровне. Теперь мы будем выступать под нашим флагом, с гербом и с гимном. И это очень здорово, потому что мы уже два года не выступали на этих мероприятиях. Потом нас допустили с нейтральным флагом, мы отказались. И теперь ММА, как Международная Федерация и Всероссийская Федерация, она будет базироваться в России и мы будем проводить все мероприятия. Есть большая вероятность, что в сборной России окажутся и бойцы из Пензенской области. Федерация нашего региона по итогам 2023-го была признана лучшей среди всех субъектов. Мы не развиваем легионеров, мы развиваем свой спорт региональных спортсменов. И это дает свои плоды спустя вот шесть. Сейчас седьмой год уже Федерация существует. Мы с детства брали шестилеток, ребята. Вот сейчас они начинают выигрывать. Вот округа как раз занимает командные места. В отличие от некоторых регионов, которые приглашают легионеров, спортсменов из других регионов. С президентом Союза ММА России Пензу посетил их главный тренер национальной сборной Геннадий Капшай.